Уважаемые коллеги, вчера весь эфир, телевидение, правда, мало об этом говорило, но в интернете главное событие дня было это введение налога на самозанятых или на профессиональный так называемый доход. Вчера действительно комитет по бюджету и налогам Государственной Думы рассмотрел эти вопросы. Три законопроекта, они приняты в первом чтении. Речь идет о том, чтобы раздел 8 Налогового кодекса Российской Федерации, там обозначены 5 специальных налоговых режимов, дополнить шестым спецрежимом, который будет называться профессиональный доход. Это те люди, которые добровольно должны зарегистрироваться, но в целом тема обсуждения была в том, что якобы Государственная Дума вводит ответственность за неуплату вот этого дохода на самозанятых. И в частности, первый раз это порядка 20% от суммы, которые должны были уплачивать налоги, а во втором случае уже полностью 100%. Я хотел бы сказать, что фракции КПРФ вчера на комитете не поддержал данный законопроект. Позиция фракции состоит в том, что мы считаем, что в России есть все условия к тому, чтобы обеспечить всех работой. Безработица в Российской Федерации искусственная навязана нам, как раз, капиталистической формацией, капиталистической экономической системой. Нам нужно менять экономическую и социальную модель движения вперед, тем более это актуально, когда мы будем рассматривать завтра уже все законопроекты, связанные с федеральным бюджетом, а также бюджетами внебюджетных фондов и законопроекты, которые необходимо рассматривать и принять в связи с обсуждением и принятием бюджета на 2019 и последующие годы. Поэтому фракции считают, что самозанятый налог – это искусственный налог. Нужно сделать таким образом, чтобы люди получали бы возможность спокойно работать, ибо нам представляется, что в стране нет людей, которые не хотели бы работать. И если бы предприятия сегодня действительно за счет внутренних наших вложений развивались, тогда все это можно было бы решать совершенно в другой системе, в системе солидарности и совместной поддержки. Вместе с тем, есть конкретные замечания по этому законопроекту. Почему только в четырех регионах, при том в регионах, безусловно, богатых? Это город Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калуга. Безусловно, они, по сути дела, практически все доноры. Надо бы для эксперимента включить и бедные регионы, такие как ТУА, как Чувашская республика, Республика Мариэл и, возможно, и другие субъекты, на которых более профильно будет видна действительно работа и итоги этой работы. Но главная опасность нам, как представляется, заключается в том, что вводится срок 10 лет. С одной стороны, для эксперимента 10 лет. За 10 лет можно построить социализм. За 10 лет можно совершенно качественно преобразовать все производительные силы страны. Мы на 10 лет, если будем вводить этот закон, то итоги могут свестись только к тому, чтобы за 10 лет, видимо, инициаторы законопроекта рассматривают, что полностью хозяйство и каждый гражданин страны возьмется под полный цифровой учет, не только в налоговой системе, но и по всем, собственно, мировым информационным системам. Вот на сегодня уже существует в авиации регистрация билетов, а касса проходит через сервер, который расположен за границей. То есть человек, когда регистрируется фамилиями отчества, приходит и садится в самолет, уже за границей будут знать, какой конкретный гражданин сел, какой самолет, ну и, соответственно, отсюда могут быть сделаны самые разные выводы. Проект бюджета рассматривали в комитете на 2019 и последующие годы, и вырисовывается такая картина. Первая проблема. Проект бюджета федерального не обеспечивает решение вопросов, даже продвижения хоть в какой-то мере, импортозамещения. Импортозамещение, как и модернизации, как и многие другие модные слова, тоже стало каким-то образом чисто такой вот агитационной фразой. Потому что в государственной программе по развитию электронной промышленности переход и обеспечение базы в отрасли 23% за счет отечественной продукции, все остальное за счет импорта. Каким же образом сегодня можно решать эти вопросы, если за три бюджетных года 23% должны перерасти, в лучшем случае, в 25%. Это практически есть полный отказ от самой идеи импортозамещения. Таким образом, все больше и больше будем заниматься, тем более у нас промышленное производство требует импортных составляющих, материалов, заготовок, и такую проблему бюджет, к сожалению, не решает. С другой стороны, хотел бы обратить внимание на другие вопросы. Бюджет, безусловно, он хорошо просит, с точки зрения самих собственного правительства, потому что правительство, умея считать, во многом случае сегодня это автоматически все цифры выскакивает, если программа там, безусловно, правительство закладывает. Но там нет действительно тех самых идей, которые обеспечили бы прорыв страны. Простой пример. Так называемые бюджетные правила. При высоких ценах на нефть, тем более счетная палата подчеркивает, что даже цифры, которые у нас, они указаны в проекте бюджета, могут быть завишены практически без труда и реально, действительно, плюс еще на 10 долларов. При этих всех составляющих мы оформляем самую низкую цену, цену порядка 42 долларов, нарастанием ежегодно 2%, и у нас правительство будет иметь сверхдоход. Это надо радоваться, что такие сверхдоходы появляются. Но эти сверхдоходы, к сожалению, как раз и к нашему, вот к сожалению, они будут направляться в фонд национального благосостояния, который будет опять размещаться за границей. Уже вот в средствах массовой информации, я точно не знаю, но СМИ уже сообщили, что половина фонда национального благосостояния на сегодняшний день, это порядка 26 миллиардов долларов, будут размещены на долгие годы, долгие годы в Египте, и в конечном итоге выплата, то есть возвращение этих долгов, начнется где-то в 2029 году. А что у нас в стране? Нет других объектов, куда можно было бы действительно это вкладывать, и в конечном итоге решать многие задачи, как прорыва, которые обозначены в наших документах, ну и повышение производительности труда. В советское время производительность труда средняя по Советскому Союзу была на 20% выше, чем средняя мировая. Мы в мире могли находить свои ниши, безусловно. А сегодня, когда у нас производительность труда составляет порядка 60%, то есть 0,6 коэффициент к среднемировому уровню, нам туда трудно войти, как трудно войти, переполненный на вагон, допустим, метро, автобуса, и можно привести другие многие такие примеры. В конечном итоге проект бюджета на 2019 и последующие годы не решает, к сожалению, производительную задачу размещения сверхдоходов за счет бюджетного правила. Налоговое, это самое. Мы бюджетные правила предлагали в комитете увеличить, но, к сожалению, пока правительство занимает большую позицию, у них силы больше, они оставляют на таких правах, и в конечном итоге это не будет способствовать развитию экономики. Если взять систему образования и здравоохранения, социальные политики, в комитете эти вопросы тоже обсуждались. На образовании в процентах от ВВП расходы нисколько не растут. Кстати, максимальное было 4,6% консолидированного бюджета, это был 2009 год. Но в 2017 год, в итоге мы недавно утверждали, 3,5% практически так и остается. В здравоохранении 3,1% было, так и остается. Да, есть упор на то, чтобы высокотехнологическую помощь медицинскую оказывать, но мы считаем, что все-таки центром как раз обеспечения здравоохранения должны служить районные больницы, поликлиники, которые, к сожалению, в большей мере не могут реализовать те действительно настоящие перед ними задачи. Следующий вопрос. Это вопрос привлечения средств предприятий. Вот Медведев говорит о том, что почти 29 триллионов рублей лежат на счетах предприятий и банках, но они не используют. Вот скажите, пожалуйста, а какой пример, как они могут использовать эти деньги, если государство свои деньги не использует, а мы призываем, чтобы правительство, то есть предприятие, чтобы использовать. Считаю, что вот эти самые основные вопросы должны рассматривать при первом чтении бюджета, который будет завтра. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok